Привет, друзья! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Здесь мы читаем книгу «Псалтырь». Сегодня у нас 29-й Псалом. Бог хочет, чтобы мы, Его дети, верующие в Иисуса Христа, были успешны в нашей жизни. Божественный же успех непосредственно связан со Словом Божьим. Помните, как Господь говорил Иисусу Навину, когда Он стал преемником Моисея? Это записано в книге Иисуса Навина 1.8. Да, не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я уверен, что все мы хотим поступать благоразумно, и мы хотим быть успешны в тех делах, которые мы делаем. Конечно же, есть разница между тем успехом, который обещает этот мир, и которым обещает Господь. И вот чтобы нам случайно не сойти с правильного пути, безусловно, нам нужно держаться этой книги. Я создал этот проект, чтобы мы могли вместе изучать Слово Божье, размышлять над Словом Божьим, ободрять друг друга через Слово Божье. И таким образом вместе мы сможем преодолеть все трудности, с которыми мы столкнемся на нашем земном пути. Иисус создал церковь и сказал, врата ада не одолеют ее. Церковь — это мы все вместе, это не по одному, это когда мы все делаем сообща. Жизнь не всегда однообразна и монотонна. Или, скорее, даже, наверное, правильно так. Жизнь всегда вообще не однообразна и не монотонна. Вот и в этом псалме Давид говорит о жизненном цикле. События изменяются. Плач сменяется на радость, а молитвы прошения переходят в молитвы восхваления. У Давида жизненные события тесно переплетены с Богом и его руководством в жизни. А Божье наказание переплетено с его милостью. При этом, конечно же, побеждает Божья милость, благость, любовь, забота. Давайте обратим внимание на 6 стих 29-го псалма. Давид говорит, ибо на мгновение гнев его на всю жизнь, благоволение его вечером водворяется плач, а на утро радость. Гнев всего лишь на мгновение, а благоволение на всю жизнь. И эта связь, которую усматривает Давид, она не беспричинна. И мы ее видим как раз в следующем 7 стихе. Мы здесь читаем, и я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. Основная причина Божьего негодования – это самоуверенность Давида. А выразилась она в возникшем у него ложном чувстве независимости Давида от Господа. По милости Божьей, псалмопевец понял, что его поведение было подобно поведению высокомерных его противников. Слова этого псалма предупреждают и нас, верующих Нового Завета, чтобы мы не стали беспечными и не начали надеяться просто на свои заслуги, но доверяли Господу, уповали на его милость и на его руководство буквально каждый день. Апостол Иаков в своем послании практически повторяет эти мысли и идеи, которые мы читаем у Давида. В 4 главе послания Иакова мы читаем «Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год, будем торговать, получим прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра». И интересно, что Иаков также связывает это с гордыней и дает нам ответ, кому Бог противится и кого Он благословляет. Помните, гордым Бог противится, а смиренных Он благословляет. К сожалению, мы живем в мире, в котором все нас старается отвлекать от плана Божьего, от воли Божьей. Поэтому Иоанн Георгий от Матфея 6.33, где Иисус говорит «Ищите прежде Царства Божьего и правда Его», всегда актуальна для напоминания нам. Иногда Бог просто вынужден, друзья, дисциплинировать нас для того, чтобы снова вернуть нас к тем вещам, которые действительно важны в нашей жизни. Давид осознал, что все, что он имеет благодаря милости Божьей, а не его силе или его заслуги, и это ободряет и нас сегодня. Всякий раз, когда мы приходим к престолу Божественной Благодати, снова и снова посвящаем нашей жизни Господу Иисусу Христу, Он обещает нам дать силу и благодать для того, чтобы мы могли быть эффективными в нашей жизни и следовать правильным путем. Я уверен, что этот псалом, он ободрит также и вас. Размышляйте над Словом Божьим, друзья. Не забывайте оставлять комментарии под этим видео, и также практикуйте, применяйте Слово Божье, которое вам открывается. Не забывайте передавать это тем людям, которые находятся рядом с вами. Будьте для кого-то ободрением. Если вы еще не подписались на мой канал, то сделайте это, чтобы вы не пропускали новые видео. С вами был я, Александр Беляк, и я желаю, чтобы Божественная Благодать умножалась в вашей жизни каждый день.